Приветствую вас! Давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Вопрос задаёт человек по имени Андрей, ему 29 лет. Он говорит, что было всё, автомобили, жена красавца, крепкая семья, хорошая работа, деньги неплохие, друзья, краткие жизни были яркие. Но в 29 лет всё пошло вниз. Ушла жена, потому что время капала в уши мама по поводу того, что Андрей зарабатывает не больше 90 тысяч рублей в месяц. Наша жена ушла, посадив его на элементы. Друзья начали предавать, фирма закрылась из-за карантина. И, в общем-то, сейчас у Андрея, получается, ничего нет. Он замкнулся в себе, как он говорит, и понимает, что в него едет крыша от одиночества из всех ситуаций. Вот. Значит, заработу найти нормальную не получается. Зарабатывает очень мало. Значит, ты, соответственно, просит ваш совет. Ну, говоря о том, что ценит психологов. Вы знаете, Андрей, если вы цените психологов, то, ну, наверное, понимаете, что психологи советов-то не дают. То есть, какой вам здесь можно дать совет? Не умывайте, ищите новую работу, продолжайте искать, начаивайтесь. Такой совет вы, наверное, ждете. Ну, если такой, то я боюсь, что нет. Я боюсь, что именно такого совета мы вам дать не сможем. Потому что, согласитесь, ценностей в этом совете будет очень мало. Правда в том, что у вас не было никогда крепкой семьи. Правда в том, что у вас, да, была жена красавица. Но, вероятно, именно тот факт, что она красавица, был, если не единственным, то довольно значительным фактором в ваших отношениях. Потому что, иначе, если бы ваши отношения были крепкими, а женщина была бы зрелой личностью, то никакая бы мама не накапала ей на мозг, и, соответственно, она бы не ушла от вас. То же самое касается и с друзьями. Если бы вас были настоящие друзья, они бы вас не предали. Вот. Что касается фирмы, то тут, конечно, зависит все не от вас в данном случае. Случилось то, что случилось. Очень многие люди прогорели. Очень многие люди сильно просели по доходам. То есть, как бы, ну, к сожалению, такая ситуация. Ситуация происходит не только с вами. Здесь, на мой взгляд, имеет смысл принять просто то, что есть, да, принять ситуацию, такую, какая она есть, и, соответственно, перестать, наверное, в первую очередь, пытаться войти в ту же реку 20. То, что вы делаете. Ну, на мой, по крайней мере, взгляд, то, что вы делаете. То есть, вы пытаетесь, вот, вы пытаетесь, на мой взгляд, вернуть свой доход. То есть, вы пытаетесь, ну, компенсировать себе свои потери. Вот. И то, что у вас раньше получалось, легко и подойти, да, но не очень осознанно, как я уже говорил. А здесь тоже не работают. Потому что очевидно, что ситуация изменилась. Очевидно, что мир изменился. Вот. Очевидно, что вы изменились. Потому что, ну, развод это всегда правный. Скорее всего, при расставании с женой и, как я понял, о расставании с детьми. Хотя, почему вы расставали с детьми, не очень понятно. Что не может запретить вам общаться с детьми, если вы, ну, как-то вот деструктивно, да, не проявляете себя. Вот. Это травма. И вполне возможно, что это действие травмы. Ну, лично мне кажется, что это в целом такой вот у вас кризис, который мешает вам двигаться вперёд. В целом, мне кажется. что это вот такой определённый кризис, который, ну, вот, не даёт вам, что называется, двигаться дальше. На мой, повторюсь. Повторюсь. На мой, эээ, ну, на мой взгляд, да, по моему мнению. И, соответственно, ваша задача заключается в том, чтобы первым просить травму, вот, увидеть ваши отношения с женой более полно, а не так, как вы хотите видеть. То-то самое касается друзей. Ага. Отчасти то-то самое касается работы. И, возможно, вам имеет смысл увидеть, что вы чересчур сильно опираетесь на внешний мир, а вот ваших собственных предпочтений, вашего представления о том, как вы себя видите в целом, как-то вот здесь в данном случае это и нет. Что и является, на мой взгляд, проблемой. И проблемы достаточно серьёзные, потому что это окраски влияет на мотивацию. Дело в том, что мотивация, что такое мотивация, да? Мотивация – это эмоционально окрашенная цель, по большому счёту. Или эмоционально окрашенное стремление к какой-то цели. Это мотивация. Если эмоционально окрашенного стремления к цели своей, вашей – нет. Мотивации – нет. И никаких действий – нет. Конструктивных действий, я имею ввиду – нет. Есть действия, в данном случае, только, эм… Ну, как бы, реакционные, да? То есть, что значит реакционные? Значит, действия, которые являются реакциями на что-то происходящее в мире, да? То есть, потеряли работу, начали искать что-то новое. Не потому что вот вам так вот хотелось, да? Не потому что вам вот так вот было нужно, а потому что вот так вот случилось в вашей жизни, что вот потеряли работу. Да. Вот. Соответственно, выясняется, что не все так гладко. Выясняется, что не все так у вас было хорошо. То есть, пока складывались обстоятельства удачно, да, вы двигались по жизни, ну, достаточно неплохо. Пока обстоятельства вам не мешали. А обстоятельства перестали как-то вот способствовать, эм… ну, тому, что вы делаете в СССР, и вы, в общем-то, начали попадать, что говорит о том, что вот ваших собственных субъективных проявлений достаточно мало. Вот. Ну, так вот скользко, я бы сказал, что, я так понял, у вас была фирма, то есть вы были предпринимателем, вы были бизнесменом. Вот. Соответственно, эта работа, ну, без какого-то образования, да, без специальных знаний. Ну, вот. Вот. В данном случае, и не удивительно, что вы не можете найти работу. Ну, потому что, как бы, как бы, как вы ее найдете, да, ну, в данном случае, если… у вас нет… нет операции. Вот. Я так понял, что вы работали на себя, теперь вы пытаетесь найти работу на кого-то. Это проблема. Потому что, ну, пытаться работать на кого-то, не лучший вариант, на мой взгляд. Почему? Потому что вы не привыкли. Вы это делаете не ради чего-то, вы это делаете ради денег. Это очень влияет на то, как вас видят работодатели. Вот. А если у вас еще, к тому же, самозырка, да, как-то вот упала, или хромает, или вот что-то такое, ну, тут вообще, как-бы, по сути-то дел, получается, тупик. Вот. К сожалению. Для вас. Вот. Поэтому, тут нужно смотреть. Смотреть на, ну, на ваше отношение к работе, да, на то, как. В целом, вы относитесь к работе, к деятельности. Что вы понимаете под работой, что вы понимаете под, ну, под своими усилями и так далее. Все эти вещи нужно, на мой взгляд, ну, выяснить и прояснить. Да. Дальше. Следующее, следующее, на что хочу обратить ваше внимание. Значит, вы говорите две вещи. Первое, то, что замкнули себе. Второе, то, что чувствуете, что едет крыша. Вот. Вот. Мне бы очень хотелось, ээээ, ну, вот, так скажем, в рамках, ээээ, показ по нашей беседе, я надеюсь, что, ну, что вы, что называется, выйдете, ну, выйдете за рамки. То есть, я надеюсь, что, что вы обратитесь к психологу, да, вот, и как-то поработаетесь в данном случае с психологом. Эээ, так вот, эээ, в рамках этого я бы хотел, чтобы вы постарались увидеть, каким образом замкнули себе. Это такой, вот, ну, достаточно важный момент, на мой взгляд. Эээ, поясню, почему это важный момент. Дело в том, что, если вы домкнули себе, значит, вы стали себя бичевать. Вы стали себя бичевать. Что это значит? Что значит? Я стал себя бичевать. Ага, я стал себя бичевать, это означает, ээээ, на мой взгляд, по крайней мере. Это означает следующее, что, как бы, вы начали себя ругать. А, вот, вы начали себя ругать. За то, эээ, вот, значит, эээ, что вот с вами произошло. То есть, по сути, вы себе, ну, тут, грубо говоря, не прощаете ошибок. Вы себе, эээ, не разрешаете, эээ, ошибиться. Вот. Почему, почему-то. Почему-то. Вот, вопрос, вопрос, эээ, здесь, на мой взгляд, вопрос. Такой, вот, основной вопрос. Как это происходит? Как происходит, что вы себе, эээ, ну, не разрешаете, ээээ, ошибиться и все потерять? Эээ, значит, что это значит? Эээ, значит, скорее всего, то, что вы не разрешаете, ээээ, ээээ, себе, там, грубо говоря, все потерять, видят, 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 вот, о том, что вы, ээээ, требуете, вы требуете от себя, ээээ, все иметь. Вот. И, соответственно, соответственно, поскольку вы требуете от себя, все иметь, вот, то, если у вас, эээ, не получается, это, то есть, если, ну, вот, если вы не обрадуете, эээээ, ээээ, свои, вот, надежды, как раз, то, вот, как раз, и получается, такая очень неприятная штука, что вы тебя, эээ, вы тебя начинаете бичевать. Понимаете, да? И, соответственно, можно сказать, что здесь, ээээ, стоит вопрос, вопрос о о вашей мотивации это делать, ну, то есть, вот, ээээ, ну, а там, для чего вы это делаете, зачем вы это делаете? Я имею ввиду, зачем вы им, ээээ, ну, вот этого всего пытаетесь достичь. если вы не разрешаете себе, ээээ, как бы это потерять. Вот. Понимаете, да? Какая штука? это очень важно. В, о, о, важно, ээээ, что это, ээээ, для себя самого вам увидеть. Ээээ, что касается, ээээ, схождения с ума, ээээ, то есть, он такой вот, ну, важный достаточно момент, да? Ээээ, как вы, ээээ, понимаете, эээээ, например, что сходит с ума, да? Ну, допустим. Допустим. Как вы, ээээ, приходите к выводу, что, эээээ, я схожу с ума? Наверное, какие-то, эээээ, какие-то проявления у этого есть. Ваша задача и их, эти проявления, увидеть, заметить, проанализировать постараться. Обязательно. Вот. Для того, чтобы лучше отдавать себе отсчет в том, что с вами происходит. То есть, понимаете, как бы, какая штука, да? Эээээ, эти два момента, эти два аспекта, они по факту-то это единственное, единственное, где вы говорите о своих чувствах, по большому счету, к сожалению, это единственное, где вы говорите о себе, по сути, по факту, то есть, в чём, в чём, вот, ээээ, здесь, на мой взгляд, проблема. Вполне возможно, что вы сами к себе очень, ну, очень не внимательно. Вообще. Вот. Внимательность к себе нужно повышать, нужно увеличивать, развивать, чтобы и отношения как-то вот выстраивать, адекватно со людьми, ну, вот, которые вас окружают. Вот. И чтобы к себе быть как-то вот повнимательнее, что ли. всё с этого, ну, в данный момент, как-то вот, не происходит, к сожалению. Вот. И как-то об этом, в принципе, я пытаюсь вам, в общем-то, сказать. С точки зрения, вот, как раз психологии, да, и с точки зрения, вот, как раз психотерапии. Вот. Ну, надеюсь, что вы сможете для себя, да, вот, выводы, выводы какие-то сделать. Вот. Как-то так вот, какой-то, наверное, такой ответ получился. Вот. Не самый, наверное, отвечающий на ваши вопросы, ну, потому что вопрос, к сожалению, за это некорректный. Вы в жизни переживаете определённый кризис, вот, и, соответственно, у меня, у меня, например, есть достаточно чёткое такое вот понимание того, что кризис нужно прожить. Вот. Вот. Вы в жизни не переживаете, вы продолжаете бороться с ним, вот. А тащить это всё, как-бы, на себе, за собой. При том, что, как-бы, закончилась определённая, вот, так скажем, голова в вашей жизни. Вот. Ну, как-бы, вот, как-бы, может быть, грустно это не звучало. Да? Ну, вот так. Так бывает. Ко-о-о, вожелению. Вот. Понимаете, да, какая, ну, какая-то, 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 Вот. Поэтому, поэтому я и остался вам вот, вынести все эти вещи о которых я рассказывал, вот. И надеюсь, что вам это было, ну как минимум полезно, как минимум интересно, и как минимум вы получили представление о том, как нужно делать, как нужно действовать дальше, а еще вы можете получить, если грубо говоря, с психологом начнет работать, можете получить еще и представление о том, что делать, чтобы этого не было, ну то есть вот, как действовать, чтобы этого не было, как себя вести, чтобы такие отношения, например, с друзьями или с женщинами, да, не выстраиваются, да, может быть чему-то обучиться, какую-то проблему, какую-то профессию освоить, вот, кто знает, решать уже вам. На этом все, надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой, желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok